Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему Господу миров, мир и благословения его посланнику и его семье и сподвижникам. Продолжение следует... Я поговорю на эту тему какое-то время, потом можно устроить вопросы-ответы. Одна из самых важных вещей – это сбалансированное воспитание детей. Причем сбалансированное абсолютно во всех аспектах нашего отношения к ним. Всевышний Аллах говорит в суре «Милостивый». Он установил весы, чтобы вы не приступали к границе дозволенного на весах. Если в каком-либо аспекте жизни вы допускаете нарушение баланса на весах, вы скатываетесь в какую-то из двух крайностей касательно нашего имущества. Всевышний Аллах говорит в Коране. Когда они делают пожертвования, то не излишествуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями. Аллах показывает, что тратить нужно взвешенно. Когда речь идет, например, о сирот-аль-мустаким – прямом пути. Мы вот каждый день в намазах читаем суру Фатиха. Говорим «Эхди нас сирот-аль-мустаким» – «Веди нас прямым путем». Это путь равновесия. Без перегиба вправо или влево. С детьми то же самое. Вот вам несколько примеров. Если мы с вами будем относиться к своим детям грубо, то что из этого выйдет? Ребенок не будет чувствовать себя в безопасности. А если мы ребенка, наоборот, разбалуем, то в нем не будет дисциплины. Ребенок будет ленивым, безответственным из-за такого воспитания. Ребенок просто будет делать, что хочет, безо всяких норм или ограничений. Если мы, например, своим детям даем много карманных денег, да, тем самым мы даем им комфортную жизнь. Но если в жизни им придется столкнуться с ситуацией, когда денег у них не будет, то им придется тяжко. Или, например, если вы, наоборот, вообще не даете карманных денег, то тем самым вы в какой-то мере их даже провоцируете, например, красть деньги при удобной возможности. То есть, относясь так или иначе к своему ребенку, вы тем самым предопределяете то, каким он сформируется. Поэтому нужно придерживаться равновесия. Именно этому Аллах нас и учит. Воспитывать детей так, чтобы они по мере взросления уважали как себя, так и окружающих. Например, в хадисе передается, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Люби того, кого ты любишь, умеренно. Люби его в меру. Не чрезмерно». Ведь может получиться так, что тот, кого ты любишь, перестанет быть твоим любимым. Он может начать ненавидеть тебя или ты его. И пророк сказал, «Если ты ненавидишь кого-то, то пусть это будет в меру, но применительно, скажем, к врагу. Ведь может получиться так, что однажды тот, кого ты ненавидишь, станет твоим любимым». Видите, пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорит о взвешенности, о балансе, о уравновешенности. Если посмотреть на жизнь пророка, то видно, что она сбалансирована во всем. Он не любил чрезмерно, но и не уходил в другую крайность, не лишал их своего внимания. Как же мы должны воспитывать детей? По мере того, как наши дети взрослеют, мы должны следить за ними, как за температурой в комнате, чтобы не было слишком холодно или слишком тепло, чтобы было комфортно. Если в комнате становится слишком жарко, то ее надо проветрить, чтобы выровнять температуру. Если в комнате слишком холодно, то надо закрыть окна, чтобы температура стала комфортной. Вот так и надо относиться к своим детям. Когда ты видишь, что в одну из крайностей воспитание уходит, то надо стараться вернуть это равновесие, вернуть золотую середину. Вот приведу вам такие примеры из жизни. Когда ребенок капризничает, закатывает истерику. Когда ему что-то вынь да положь, и он это выпрашивает. Давит на жалость, истерит, до тех пор, пока вы ему это не дадите. В этом случае не надо поддаваться. Когда ребенку что-то нужно, и он не просит вас об этом, и вы думаете, вот хорошо было бы ему это дать. Ну, хотя, он ведь не просит об этом. Но в то же время, если я ему это не дам, это приведет к тому, что отношения наши ухудшатся. Ему будет обидно, если он это не получит. Он себя будет плохо чувствовать, если не дам ему это. Тогда дайте ему это. Когда ребенок вас о чем-то не просит, наоборот, можно сказать, не стесняйся, если ты этого хочешь, спроси. Но если ребенок слишком много у вас это просит, или, например, спрашивает он, почему мы должны идти в мечеть? Ну, чтобы Аллаху поклоняться. А почему мы должны ему поклоняться? Потому что он велел нам ему поклоняться. А почему он велел нам ему поклоняться? Откуда ты взял, что он велел нам это? Но он в Коране нам сказал об этом. А почему он это в Коране сказал? Аллах пожелал не спасать это. Вот эти почему, почему, почему. Иногда вопросы реально лишние. И мы должны научить ребенка, что иногда вопросы излишни. Аллах велит нам то, что желает. Хотя дети не всегда вопросы озвучивают. Ребенок может вам не доверять, и он не задаст тревожащий вопрос. Вопросы — это хорошо, но не должно быть неправильных вопросов, лишних. Или, например, в том, что касается еды. Вот мы с вами знаем, что ожирение — это серьезная проблема. А недоедание — это другая проблема. Опять же, равновесие нужно. Если будешь закармливать, избыточный вес появится. И это создаст проблемы. Если нехватка веса, надо кормить, чтобы вес стал нормальным. Во всем нужна золотая середина. Что в воспитании, что в физике. Уравновешенность нужна абсолютно во всем. Вот взять статистику. Там есть подъемы и спады. Кто изучает статистику, там в графиках есть подъемы и бывают спады. Есть две крайних точки. И вот в эти крайности впадать не надо. Надо придерживаться примерно середины. Это самый лучший путь. Или вот давайте такой момент затронем. Ребенку два-три года. Он закатил истерику. Пытаясь добиться внимания. Как себя вести надо? Надо просто выдержать это. Не надо вестись на провокацию. Не надо сразу давать ему то, что он выпрашивает. Как только он увидит, что его истерика сработала, он снова этот способ будет применять. Но если вы будете чрезмерно строги с ним, то есть вообще не будете на него никакого внимания обращать. А внимание ведь нужно. Он это внимание будет искать в другом месте. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok